Иванов, к доске. Кто из нас с замиранием сердца, затаив дыхание, не ожидал с содроганием, что учитель произнесет именно его фамилию? Выйти к доске всегда стресс для школьника, даже если выучил домашнее задание и готов к уроку. Однако в последние годы ситуация значительно поменялась, потому что в школах нынче наряду с традиционными досками используют доски новые, интерактивные. Я думаю, со мной согласится. Каждый учитель интерактивную доску можно считать большим помощником в работе. Мы уже не представляем свою жизнь без умной техники. Как взрослые, так и дети привыкли выполнять все действия на своих смартфонах с помощью одного нажатия. Так и здесь можно с помощью одного нажатия открыть некоторые приложения, папки, перемещать по рабочему столу, выполнять те привычные действия, которые делаем на смартфоне. Подобная доска – устройство сложное, но значительно упрощает жизнь учителя. Кроме того, такая система близка и понятна детям, которой сегодня буквально все умеют пользоваться различными гаджетами. По сути, интерактивная доска – тот же гаджет, но в увеличенных размерах и используемый в образовательных целях. Интерактивные доски в образовании используются достаточно широко, и в нашей школе мы их используем давно. Но, пожалуй, очень эффективно использовать их на уроке химии, поскольку с помощью интерактивной доски можно позволить детям выполнять различные действия, которые они не в состоянии выполнять с помощью обычного компьютера. Ну, например, вы сейчас видите на доске модель всей молекулы серной кислоты, которую можно вот так вот повращать в разных плоскостях. Кроме того, можно осуществить различные движения этой молекулы вот так вот с помощью рук. Можно ее увеличить, как мы это делаем на смартфоне, или уменьшить. Конечно, подобная форма представления – наглядная демонстрация модели в объеме, незаменима на уроках, например, химии или физики. С помощью интерактивной доски можно и лабораторные работы выполнять, но метод визуализации только подготовительный. Сами эксперименты – практику, компьютерные технологии не заменят. Совершенно не обязательно эти эксперименты проводить специально на каждом уроке ради того, чтобы они только были. Какие-то уроки – это изучение теоретического материала, существуют уроки решения задач, но, конечно, когда на уроке присутствует химический эксперимент, это всегда вызывает огромные интересы учащихся. А еще хочу сказать, наше компьютерное оборудование позволяет этот эксперимент реальный проводить на большом экране с помощью документ-камеры. Пробирка помещается перед объектив в документ-камеры, ученики видят эксперимент, видят пробирку в руках учителя, а вместе с этим они наблюдают его на большом экране. Мы это тоже практикуем. Школьник современный отличается от школьника, скажем, десятилетней давности. Общение ребят часто переносится на просторы интернета, и учитель не пытается ломать детей, но показывает, как правильно использовать семерную сеть с пользой для себя. Социальные сети мы активно используем. Это и классическая электронная почта, где есть электронный ящик у меня, например, и дети присылают мне туда домашние задания, либо рефераты, либо вообще то, что необходимо в ходе урока. Очень активно мы используем популярные среди детей – это сеть ВКонтакте. На стене можно выкладывать как какие-то сообщения, так и ссылки на необходимые ресурсы для урока, либо какие-то материалы, которые необходимы для урока. Ребята очень активно этим пользуются. Чем это хорошо, что мы показываем, как еще можно использовать социальные сети. Это не обязательно же в общении какое-то, но еще и в образовательных целях. Несмотря на то, что задачи у школы, как у образовательного учреждения, остались прежними, методы сильно изменились под влиянием времени. Хочется сказать о том, что современный учитель – это, конечно же, продвинутый учитель. Чтобы быть интересным детям, необходимо развиваться в самых разных направлениях, в том числе в информационных технологиях. И если раньше учителю было достаточно закончить вуз и работать, набирать опыта, то сегодня учитель должен учиться фактически каждый день. Именно тогда, выработав свою какую-то траекторию развития, он будет интересным, профессиональным, востребованным. И дети, и учителя уже привыкли к использованию в учебном процессе умной техники. Детям комфортно, они перестали бояться выходить к доске или совершить ошибку. А учителям нравится вести урок. Процесс обучения, благодаря такому простому нововведению, превратился в интересное взаимодействие ученика и преподавателя.